В эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Совет волонтеров сделал работу Министерства обороны более открытой и эффективной, что значительно улучшило материальное обеспечение украинских войск, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с лидерами волонтерских организаций и представителями силовых ведомств. По мнению главы государства, открытость, которую привнесли активисты в работу Минобороны, показала недостатки в системе обеспечения войск и значительно повысила эффективность расходования государственных средств. Волонтеры будут привлечены к вещевому, пищевому и медицинскому обеспечению в системе Министерства, так как одной из главных задач также является ликвидация коррупции в силовых ведомствах. Никто, особенно в Министерстве обороны, которое на сегодняшний день выполняет святую миссию обеспечения защиты независимости и территориальной целостности нашего государства, мы не позволим, чтобы там кто-то грел руки. И именно поэтому была предложена и поддержана идея создания Совета волонтеров. Моим условием, и я тоже скажу, что это была моя инициатива, что у нас в Минобороны, в Министерстве внутренних дел, в пограничной службе, в службе безопасности, все должны пройти тесты на детекторе лжи. Возможность так называемого веймарского формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе обсудили президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Киев настаивает на необходимости полного выполнения всеми сторонами минских договоренностей. Петр Порошенко призвал использовать все возможности, чтобы побудить к этому Россию. Целью санкции не является причинить вред России или создать ей проблемы. Их целью является выработка сценария или формата, который простимулирует всех участников, в том числе Россию, выполнять свои обязательства. Это очень важно для Украины. Глава внешнеполитического ведомства Германии в свою очередь заявил, что Европа готова оказывать Украине как политическую, так и экономическую помощь. И одним из механизмов для этого Штайнмайер считает Международную конференцию по поддержке Украины. Он констатировал, что напряжение на востоке Украины за последние несколько месяцев возросло. И единственной базой для урегулирования кризиса могут быть минские договоренности. Поэтому их необходимо выполнять. Готова ли к этому Россия, Франк Вальтер Штайнмайер выяснит во время своего визита в Москву. Одна из причин, почему я здесь, в Киеве, это многочисленные переговоры с президентом России, которые в прошлые выходные прошли в Брисбене. В том числе и переговоры канцлера Германии с господином Путиным. Отсюда, после переговоров с вашим президентом, во второй половине дня я отправлюсь посмотреть, создали ли переговоры в Брисбене атмосферу, которая позволила бы работать над более конкретной реализацией минских соглашений. НАТО выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, надеется на участие России в этом процессе. Такое заявление сегодня в Брисселе сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, и Евросоюз, и НАТО считают, что конфликт на Донбассе нужно решить путем переговоров. Генсек НАТО призвал Москву сделать выбор – участвовать в мирном урегулировании или же столкнуться с возрастающей международной изоляцией. В НАТО заявляют, что до сих пор наблюдают перемещение из России в Украину военных, бронетехники и артиллерии. За минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции более 30 раза, а за время действия режима перемирия – более 3 тысяч. Активность боевиков сохраняется на Дебальцевском и Луганском направлениях. Сепаратисты наносили огневые удары по Авдеевке, Трехизбинке, Сокольниках, Орловскому и Пескам. Четыре раза был обстрелен Донецкий аэропорт. В районе Горловки зафиксированы реактивные установки залпового огня. После нанесения огневого удара они меняют позиции. Возле Мариуполя боевики прекратили безуспешные попытки форсировать реку Кальмиус. И в то же время продолжаются обстрелы в районе Гранитного, Толоковки и Коминтерного. Взаимодействие артиллерийских подразделений сил антитеррористической операции личного состава несущего службы на блокпостах позволяет эффективно противостоять тем угрозам, которые пытаются реализовать террористы на Донбассе. Ответным огнем огневые точки боевиков уничтожаются. За сутки в результате обстрелов, подрывов на растяжках и фугасах погибло 5 украинских солдат. Получили ранения разной степени тяжести еще 8 украинских военных. Бандиты активно используют тактику минирования территории, тем самым подвергая опасности, в том числе и мирных жителей региона. Ночью в Донецке опять стреляли. За прошедшие сутки артиллерийскими снарядами повреждены 9 жилых домов в Киевском районе. В настоящее время обстановка в Донецке относительно спокойная и вместе с тем без жилья, воды, газа и электроэнергии. Остаются 176 тысяч жителей региона. Донецкая облгосадминистрация постоянно осматривает объекты, разрушенные и поврежденные вследствие вооруженного конфликта, а также продолжается операция по обезвреживанию боеприпасов. В течение суток пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выявили и обезвредили 53 единицы боеприпасов. Из них 8 минометные мины и 45 других взрывоопасных предметов. Обследовано 3,7 гектаров территорий. В целом с начала работ обследованы свыше 1500 гектаров территорий. Обнаружено и обезврежено 27 579 единиц боеприпасов. Вместе с тем террористы продолжают отводить свои войска из Петровского района Донецка на другие участки и концентрироваться в северных и северо-западных районах города. В Петровском районе Донецка остались отдельные подразделения банды «Оплот» с минимумом тяжелой техники. Одновременно боевики активно обстреливали поселок Пески и перемещались вдоль фронта, в том числе в сторону Авдеевки. Продолжается переброска малочисленных групп боевиков в районах Еленовки, Новотроицка, а также Горловки и Янакиева. В районе Углегорска на первой линии сосредоточилась группа боевиков численностью до 400 человек с артиллерией и бронетехникой. В резерве у этой тактической группы «Макеевская» банформирование, а в нем до 300 боевиков и около 10 единиц бронетехники. В Луганской области боевики 32 раза обстреляли населенные пункты, в том числе и подконтрольные Украине. Во многих из них из-за попадания снарядов повреждены газопроводы и линии электропередач. В результате без газа остались жители города Счастье и нескольких сел – Трехизбинка, Кряковка, Сокольники и Чернухина. Электричества нет в Новоалександровке, частиц в станице Луганской и Пшеничном. Силы АТО не планируют никаких наступательных действий. Об этом заявил спикер МИД Украины Евгений Перебенис. Таким образом, внешнеполитическое ведомство опровергло заявление российских высокопоставленных лиц о возможности наступления со стороны украинских военных. Евгений Перебенис, в частности, отметил, что такие заявления могут быть попыткой провокации. Вместе с тем, в случае нападения силы АТО готовы дать отпор. Напомню, 5 сентября в Минске было подписано соглашение о прекращении огня на Донбассе. 19 сентября по результатам работы контактной группы стороны подписали меморандум. И тем не менее, обстрелы со стороны пророссийских боевиков продолжаются. На территории Украины и границе со стороны России наблюдается наращивание военного присутствия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе. С аналогичным заявлением Генсек Альянс выступал и на прошлой неделе. Тогда он сказал, что наращивание военной мощи происходит за счет российской артиллерии, танков, систем ПВО и личного состава. Вскоре после этого в Министерстве обороны России заявили, что за регулярным сотрясением брюссельского воздуха о якобы присутствии российских вооруженных сил в Украине не было и нет никаких фактов. Информация ОБСЕ, НАТО и других источников указывает на наращивание военного присутствия на территории Украины. Мы также отмечаем концентрацию войск на российской стороне границы. Это серьезная концентрация войск, и мы призываем Россию отвезти свои войска и способствовать мирному урегулированию конфликта. Официальный курс национальной валюты сегодня укрепился почти на 7 копеек до 15 гривен 26 копеек за доллар США. Стоимость евро упала также на 7 копеек до 19 гривен. Укрепление национальной валюты продолжается пятый день подряд. Сегодня НБУ провел очередной аукцион по продаже валюты. На нем регулятор реализовал 5 миллионов долларов по средневзвешенному курсу 15-26. Объем заявок превысил 25 миллионов 400 тысяч долларов. Украина и Норвегия подписали соглашение по поддержке украинского государственного бюджета. Соответствующий документ между правительствами двух стран заверили премьер-министр Украины Арсений Цынюк и премьер-Норвегии Эрна Солберг в Киеве. При службе украинского правительства уточнили, что это соглашение предусматривает выделение Норвегии финансовой помощи украинскому бюджету несколькими траншами в течение трех лет. Первый транш, который Украина получит согласно документу, составит 15 миллионов долларов. По словам Арсения Цынюка, договор предусматривает аналогичной помощи в следующем бюджетном году. Кроме того, Украина планирует допустить норвежские компании к управлению украинской газотранспортной системой. Для этого Верховная Рада готова принять закон, который разрешит европейским партнерам, в том числе и норвежским, напрямую инвестировать в ГТС и подземное хранилище. Это соглашение дает возможность приобрести газ у лидера энергетического рынка, норвежской компании Statoil. И условия этого соглашения намного более приемлемы, чем отношения с компаниями, с компанией «Газпром», которая расположена на восток от Украины. Как было договорено с господином Яценюком, мы приложим значительные усилия для того, чтобы совместное сотрудничество базировалось на основе верховенства права и на эффективном управлении. Мы будем работать в направлении энергетики и безопасности, развития торговли и евроинтеграции. Украина до 1 декабря может сделать предоплату «Газпрому» для закупки почти полтора миллиардов кубометров голубого топлива до конца года. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. Закупка начнется с наступлением холодов. Сейчас в подземных хранилищах нашей страны находится 15 миллиардов 200 миллионов кубометров, подчеркнул министр. Напомню, в результате достигнутых в конце октября договоренностей Украина сможет возобновить поставки российского газа с любой даты и в любых объемах при условии погашения долга на общую сумму 3 миллиарда 100 миллионов долларов, из которых 1 миллиард 45 миллионов Украина уже погасила. Далее смотрите программу «Национальный интерес». Речь будет идти о стратегии Международного информационного фронта. Смотрите сразу после финансовой информации. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok